Привет, мои пиатлонные друзья! Хотелось бы представить вашему вниманию интервью с бывшим главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым. Ссылку на него можете найти в описании к этому ролику. Ну и, соответственно, из этого материала вы узнаете, как Анатолий Николаевич относится к разделению сборной команды России на группы, к изменениям в тренерском штабе, какие видят риски при подготовке к олимпийскому сезону и проблемы в подготовке молодежи. Ну и, конечно, не обошел он стороной резонансное интервью Андрея Крючкова, главного аналитика ЦСП, которое мы разбирали в предыдущем ролике. Вообще, по этому интервью было очень много отзывов, и люди и мне звонили, и высказывали свое мнение, скажем так, достаточно неоднозначное. Кто-то чем-то соглашался, многие не соглашались очень, и в том числе, кстати, Хованцев высказался и рассказал, ну, в продолжении темы, который привел Крючков по поводу Елисеева, что, в принципе, как он с ним работал и решал вопрос вот этого западения скорости на последнем круге. Ну, а сейчас я предлагаю вашему вниманию отзыв на это интервью профессора Илдуса Гебадулина, директора Института физкультуры имени Тихонова в Ижевске. В общем-то, вы знаете прекрасно этого специалиста, ну и, конечно, он имеет право на собственное мнение, поэтому предоставляю ему слово. — Добрый день, Латайна Лебедова, я думаю, наверное, что вы ожидали, что Гебадуллин все-таки откликнется на интервью Крючкова. Непосредственно мнение по этому поводу. Я что хочу сказать. Во-первых, вообще-то, мое личное мнение — это собранное всказывание непосредственно с книги или с дистанционной работой Мякиченко Евгения Борисовича, который называется «Непосредственно развитие локалей мышц и дневности в затеклищей спорта». Я почему это говорю? Потому что Крючков Андрей Сергеевич вообще-то специалист по джидо. Его конститутская сфертация — это конституционально ориентированные технологии, физист, воспитанный мальчик в возрасте с 7 до 9 лет на предварительном этапе джидо. А где бьетло? Уважаемые коллеги, когда у нас закончится это примазывание над непосредственно вот таких именно, извините, таких людей конкретно? Мне просто обидно, я бы промолчал бы за наш вид спорта. Специалисты, которые не имеют никакого отношения, начинают диктовать свое мнение, как надо и что надо делать. Простите. И вот по поводу его интервью. Это, мое мнение, конечно, есть рациональное предложение по поводу резерва, но основное, ну это вообще мое мнение, как доктор Мау, который присутствовал, являлся непосредственно членом дистанционного совета, ну это вообще полная безграмотность. Пример. По возможности среди системы, определяющие птимусы доставки кислорода к работающим мыслям. Биатлонисты лыжники практически не отличают. Простите. Как не отличаются? Как не отличаются? Если лыжники объемы делают 1 из 12 тысяч, биатлонисты делают непосредственно 8 тысяч, а система энергообеспечения, они не отличаются от этого нагрузы. Простите меня и пожалуйста. Я могу конкретно свое мнение по его интервью прочитать, сказать, что вот такие слова, например, черпать адапционный ресурс организма. Простите, что черпать? Сакана непосредственно фута, крови. А есть система энергообеспечения аэропно-анэропно-гликолитической. Вот в чем надо. Именно сам это дело в выкладке. Точно так же его высказание касается индивидуализации тренировочного процесса. Ну извините на меня. Пожалуйста, индивидуализация тренировочного процесса, тренировочного металла, это основа подготовки именно спортивного резюма на высоком уровне. Вот он говорит, много разговоров об индивидуальной подготовке, но это только красивые слова. Простите, германско-демократическую республику в 18-80-х годах в Лепсиге, научно-исследовательном институте, применяли индивидуальные подходы к тренировочному процессу на основе биопсии мышечной системы определяют, какие мышечные преобразования, красные, белые, и зависимость от этого вида спорта. Что это такое? Сегодня прошло 40-80-е, 21-е годы. Это 41 лет. Этот специалист говорит, что именно... Вот это разговоров. Подождите. Второе. Что невозможно организовать тренировочный процесс в этом отношении. Ну уж извините, я в своем примере, в эксперименте, когда проводил в 90-х годах, в течение 12 лет, мы доказали Захарченко, именно только лишь индивидуализация тренировочного процесса принесет именно результат спортивный. Из наших спортсменов такие. И это Бехтер, мастер спорта международного класса, это Псарев, мастер спорта международного класса стал, это Сушенцев сейчас, жуйка, мастер спорта международного класса, член сборной. Они пришли к нам и говорят, что нет. Восемь лет. Из 15 человек мы вышли, у нас 6 мастеров спорта международного класса, член сборной команды. Это о чем говорит? Именно системный подход, с учетом индивидуальных особенностей тренирового процесса, только это принесет нам повышение спортивных результатов. Я могу много говорить по его интервью, привести пример, но я хочу сказать, что вокруг, как сказать, из книги Евгения Борисовича Сауянова «Развитие локальной мышцы в носе физспорта» В верхушке только именно собрана, аккомендации. Что надо делать, как надо делать, простите. Ну, на сегодняшний день, если мы так же будем продолжать, но мое личное мнение, конечно, нам больших успехов на Олимпийских играх, на чемпионат мира, на сегодняшний день ждать очень проблематично. Кручков непосредственно в своем интервью рекомендует на вопрос, почему нужен именно низкий пульс, потому что сердце экономично работает до пульса 150, это закон физиологии. Все, что выше, это напряжение сердечно-сосудистой системы. Извините меня, пожалуйста. Это рекомендации непосредственно для средних спортсменов. Есть такой показатель ПАНО «Порог анаэробного обмена». Это общий, один из универсальных показателей именно экономической работы. Чем выше пульс ПАНО, тем организмом работы экономично. На этом пульсе начинает накапливаться, образовывается молочная кислота. Если у Порщнева пульс ПАНО, порог анаэробного обмена 108, нагрузка на 150 ударов, это именно от их прогулка. Эффект на тренировку. Поэтому, что все именно спортсмены тренируются на основе порога анаэробного обмена. А у нас 150, порог и так далее. Вот низкий объем. Поэтому мы первый, второй круг бежим, а третий круг мы полжем. Почему? Потому что у нас нет этой работы, которой хватило бы, как он говорит, отталкивания, там сила, там мешает. А именно экономичность работы системы энергообеспечения анаэробной зоны. Вот она. То есть нервная система, мышечная система, сердечная система, дыхательная система. Вот это мы должны именно тренировать, именно готовить, особенно на пульсе порога анаэробного обмена на уровне ПАНО гликолитические. Именно третий круг, последний, где за счет гликогена. И вот тут как раз именно локальная мышечная выносливость, где Мякиченко доказал Сулуянову играть самую главную, важную роль. Это уже поняли все страны, кроме нас. Я сегодня анализирую назначенных тренеров сборной команды Российской Федерации. Я могу сказать, не имеющий базы образования физико-культуры спорта Каменской, закончил Московский институт тонкой технической технологии. Простите. Да, он провел в школе, работал учительным физико-культурой, он провел эксперимент, пять дней проводил тренировки вместо физико-культуры уроков. Ребята заложили на базу, крюков и так далее и подобное. Да, но дальше-то надо именно на сегодняшний день уходить от этого, надо именно системой энергообеспечения все это делать. Башкиров сегодня преподаватель математики, информатики, закончил Чуваши государственные, простите, какое отношение есть к физико-культуре, к спорту, планирование тренеров процессов. Ну, так вот, некоторые есть тренеры сбора команды, имеющие выше образование в следующий день. А что мы можем ждать от этого? Глеб Владимирович, если я обращусь к вам сегодня через интервью, ну я не могу, я разобрал все эти свои разработки, все, мы уже, как сказать, просто больно обидно за наш вид спорта, что настолько неизвестно именно образование, знание, науку в сегодняшний день. И читая все эти непосредственно интервью, специалист в области дзюдо, я поражаюсь просто. Как дальше можем идти, что делать? Все тот же Хаван сегодня прочитал, выхолощенный организм. Что это такое выхолощенный организм? Это что за выражение? С точки зрения специалистов, соответствующего класса. Есть физиология, есть непосредственно физиологические терминологии. А тут говорят выхолощенный. Я понять не могу. Зачерпнуть терминологию? Я могу долго говорить. Первое и самое главное, сегодня нам необходимо поменять именно обучение студенту. Почему говорю? Мы сегодня обучаем студентов в учебном заведении. И тренеры сегодня работают по методике Матвея Льва Павловича. Тередизация, принципы тренировочных процессов. Согласен. Извините, Лев Павлович разработал в 1964 году. Сколько времени прошло? Есть сегодня именно планирование и тренировка на основе системы энергетики. Я могу пример привести, написанной силовая внусливость в крючку. А что такое силовая внусливость? Так это аэропортная система, где принимают участие именно не в такой мышечной развитии силовой мышечной внусливости. Отдельно можно? Нет, нельзя. При этом развивается именно нервная система, где приводят в этой работе Мякиченко и Слоянов. В этом прерывается средище сосудовая система. При этом развивается психонервная система. Это в комплексе подход. Именно с юношеского возраста. Для этого необходим первое и самое главное. Повысить методическую уровень тренеров через повышение колебкаса. Сегодня тренируют так, как их тренировали. Потому что они не обучались. Вот пример сегодня. Закончил непосредственно Слепов. Где он учился? Сколько он учился? В коридоре. Пришел за счет талии в этой системе. Я очень долго уже работаю. Я знаю, что делать. Поэтому, зная всю систему, необходимо лицензирование. Почему тренера зарубежных команд, тот же Мазель, 6 лет учился. Почему? На коре они не ставят. Первый олимпийский вермир. Она учится сейчас. Много примеров привести. А у нас сегодня закончили. Никакое имеет ни образование, ничего абсолютного. Поставили тренер на сборах. Морицын в 2013 году. За 2012 он закончил. Его назначили в 2013 году. Тренер сборной команды. Он не знал планирования тренировочного процесса. Я потому что проводил обследование. Я с ним работал. В общем, поэтому я предлагаю первое. Самое главное. Это повысит методическую уровень. Это повышение квалификации. Второе. Качественный отбор. Третье. Качественная тренировка. А не тренировка от балды. Как меня тренировали. И самое главное. Наука от спортивных школ до сборной команды. Единая система подготовки спортивного резерва. Я в свое время, когда пришел к Равцову Александру Михайлову с Плошением, разработанной системой, внедрить, что ты делаешь. Он сказал, сходите, пожалуйста, в аналитический центр. Да, пошли с Куракином, Александром Николаевичем к аналитическому центру. Там и присутствовал Крючков, Шестаков, Кенченко. И когда мне вопрос задали. Что вы хотите от нас? Да, мы хотим непосредственно выработать единую методологию, единую систему подготовки спортивного резерва. От школы до сборной команды. Чтобы у нас была единая методика, единый конкурсатель. Мы обследовать не проводим. Я был в шоке. Я был в шоке. Как так? Что вы делаете? Мы проводим анализ тех показателей, которые нам присылают. Простите, сегодня вещи мне прислали. Завтра у меня тренировка. И все. Все эти показатели выпали. Поэтому мое предложение – непосредственно перейти комплекс научным группам при сборной командах Российской Федерации. Вот. То есть единое разработать. Единое. Я предлагал Майгру. Он не позвонил мне. Абсолютно. Я ему позвонил. Перед тренером советом. Предложил свои услуги. Ну, я единственный доктор наук, профессор, за это дело. Лаборатория есть. Можете там кого-то интересуют. Многие задают, работал ли тренером ГИБАДУЛИ. Да, я работал. Семь лет. Вот пять лет. Мы с Захарченко работали, готовили борнокоманды в Муртии. До этого я начинал детспортную школу. Я уже фамилии назвал. На сегодняшний день, уважаемые болельщики, вы можете посмотреть. Центр спортивных исследований из ГИБАДУ. Про нас все показано. Чем мы занимаемся, что мы делаем. Это единственная практически на сегодняшний день лаборатория в области биатлона. Других нет. Но Союз биатлона в России. Этому никакое обращение никто не будет. Я заканчиваю свое выступление. Я не хочу сказать. Единственное, что толерантность дойдет до того, что нам запретят думать. Потому что это оскорбляет чувство безграмотное.